Приветствую вас и давайте посмотрим на ситуацию, которую вы описали. Вот с какой стороны. Значит, произошло следующее. Мужчина вас два раза обманул, да? То есть первый раз вы ему поверили, второй раз, вроде бы как. Тоже поверили, но после этого второго раза вы поняли, что доверять ему нельзя. И теперь мы им постоянно опасаемся. Так вот, понимаете, в чем дело? Вот то, что вы почувствовали, когда он вас обманывал, обманывал первый и второй раз, вот то, что вы почувствовали в этот момент, вот это, по сути, и является причиной, по которой вы сейчас не можете найти в себе место. Допустим, вот просто допустим, вы увидели, что у мужчины есть там другая женщина на стороне, да, что вот он, мы и все такое. Что вы можете подумать? Ну, вы можете подумать, что мужчина вас в пользу, например. Что мужчина вас, например, унижает своим отношениям, да? Вы можете подумать, что мужчина не умышает вас. И вы можете ощутить себя, ну, вот именно вот такой, как бы, не на первом месте. То есть наручно ваша сама обстанка. Вот именно страх того, что вы не самое лучшее для своего мужчины и является причиной того, что вы боитесь. То есть мужчина своими действиями заставил вас сомневаться в себе. Вы теперь сомневаетесь в себе, вы боитесь, что мужчина снова вас предаст и прочее. Вы не верите в то, что вы действительно самое лучшее, самое привлекательное, что вы для него единственное. Вы в это не верите, вы сомневаетесь в себе. Что нужно сделать? Перестать сомневаться в себе. Для того, чтобы перестать бояться, перестать ревновать, перестать подозревать, перестать заказывать детализацию звонков, нужно перестать сомневаться в себе. Для этого необходимо понять, в чем именно, в каких своих личностных характеристиках вы сомневаетесь сильнейшего и подумать, как их, эти характеристики можно поправить. Как их можно поправить? Как их можно привести в ту форму, которая была бы для вас наиболее комфортной, которая была бы для вас наиболее приемлемой. Вот понять это и начать деятельность по восстановлению своей характеристики, да, как бы восполнению, повышению уверенности в себе и является одним из направлений того, что вам нужно сделать. Дальше, опять же, я направлю. Понятно, что вы ревнуете. Вот, ревность в данном случае чувство достаточно сильное и оно, что уж говорить, опосредованная ситуация. То есть, в ситуации, сама по себе, поведение мужчины, как бы спровоцировало вас ревность. Ничего в этом ненормального нет. Но! Что есть ревность? Ревность есть, к сожалению, проявление эгоитма. Почему? Прямо-то вы хотите, чтобы мужчина был с вами. Так. Но! Ведь, поскольку мужчина вас обманывал, получается, он с вами недостаточно счастлив. Значит, для счастья ему нужно что-то еще. Что-то, что вы дать ему или не можете, или не хотите, или не осознаете, что это мужчине нужно. В данном случае это достаточно важные моменты, но тем не менее. И, если вы человека действительно любите, то вы, наверное, желаете ему счастье. Значит, попробуйте понять, что мужчина получает от этой женщины, что она дает ему такое, что вы даться сами не можете. И старайтесь от этой мужчины, чтобы мужчины не было стимула общаться с другой. Чтобы он от вас получал все, что ему нужно. Для этого нужно лучше изучить желания своего мужчины. Это первое. Второе. Поскольку вы говорите, что мужчина вам дорог, и вы не хотите его потерять, то это нужно понять, почему вы не хотите его потерять. Почему вам мужчина дорог? Для чего он вам нужен? Потому что любовь чистая, истинная, она подразумевает, как я уже говорил. Желание сделать человека счастливым. То есть, все ваши энергии, все ваши усилия направлены, как любимые женщины направлены, она должна сделать счастливым своего мужчину. А если вы ревнуете, значит, это чувство направлено на себя. Вот и нужно понять. На виду с повышением своей самооценки и уверенности нужно понять. А для чего же вам, собственно, молодой человек? Какие такие потребности с ним вы удовлетворяете? И чего вы боитесь лишиться в случае разрыва отношений, что заставил вас его простить два раза? Чего вы боитесь? Чего вы опасаетесь лишиться? И вот этого, того, что вы опасаетесь лишиться, ну, не добиться в обход отношений с мужчиной. Чтобы в самих отношениях вы были независимым самодостаточным партнером. Тогда вы никому не позволите так с собой обращаться. Ну, то есть, так вот вас унижать, обманывать и предавать. Почему? Потому что вы будете независимым. Вы не будете связаны с мужчиной ничем, кроме чувства и желания быть с ним вместе. При таком подходе, ревности просто взяться неоткуда. Но для того, чтобы ей было неоткуда взяться, нужно проножить некоторые усилия и изменить внутри себя некоторые аспекты. Тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарен. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok